В общем, приехал я в мастерскую, и получается здесь надо менять пластик, вот эту часть, вот эту часть, ремонтировать крыло, красить, вот эту же часть бампера был отрезан, его спаяли, короче. Бампер, если удастся починить, спаяют, если нет, новый бед сделки, вот видите, здесь, идея, он стоит 200 долларов, нет, в этой части фары под замену, с этой штукой надо что-то делать, и вот тоже распитный фар, и капот тоже, под замену, потому что он алюминиевый. Ремонт стоит полторы тысячи, и запчасти еще на тысячу с лишним, так что вот так вот. С этим договорчиком, вот, воскресенье 11, грубо говоря, в 11.50. Двухдневный шипинг, стоимость 6.70. Так, сегодня 13 вторник, 15 февраля, 20 дня, кто-то забрал машину с ремонта, сделано, конечно, так, не понятно, как здесь должен быть ровный зазор, или здесь должен быть ровный зазор. Зазорчик вот такой вот, я смотрел на другом кашкае, было практически то же самое, только видите, здесь торчит немножечко, но здесь ровно. И какие-то скулы непонятные на капоте, не знаю, что это значит. А там наоборот, здесь криво, но зато там ровно. Арка стоит криво, как и бампер стоит криво. Почему, почему так они сказали, ну, бампер же, типа, они же ремонтируют. Здесь была трещинка, ее здесь не видно, где-то здесь было, не помню. Здесь они, конечно же, ничего не делали, как были котки, так и остались. Это сломано, треснуто, полностью треснуто, здесь тоже полностью треснуто. Когда я сдавал, здесь было запаяно. Ну, это понятно, да? Как бы я ничего не говорю, но я, конечно, не завернусь, но вот здесь вот было все целое. А теперь трещина. Ну, вот как это понимать, блин, а? Здесь же был целый бампер, ну, как они умудрились его разъебать? Так что бампер не там, не с той стороны, не с той, стоит все криво здесь, короче. Такая... Вот такой зазор бампера, ярко, соответственно, стоит криво. Здесь они надели неправильно. Собрали, это же внутренняя часть. Это внутри должно быть. Как так можно было, блядь, собрать? Пиздец. Было все целое. Целый подкрылок был. Я сам это все снимал, нет они... Это что такое вообще? Эта часть тоже как-то... Они здесь должны быть, а там. Здесь-то все целое. Чего я вот понять не могу. Как можно было прорвать в тех местах, где я разбирал? Я разбирал, здесь все было целое. Ну, они что, издевают, что ли? Пускай пыль от него меняет. Это что за фигня вообще? Вот эту штуку сломали. Ты откуда, блядь? Почему я должен этим заниматься, вот разбирать, пересобирать? Ну, фары не соединены внизу никаким образом. Здесь тоже никак не соединили. Никакими крепежами. Крыло как-то убого выглядит. Неужели нельзя было поаккуратнее как-то сделать? Ну, это вообще пиздец какой-то. Такое мятое просто. Хошмар какой-то. Вообще, я не доволен. Эта штука целая была. Уже разъебанная. Ну, она целая была. Она вылетела, но она была целая. С этой стороны тоже крыло какое-то все помятое. Что-то, блядь, я-яло. Еще меня не рекомендуют. Получается услугами данной компании. Видите? Новая фар называется. Двести восемь долларов взяли за терапинную пару. Значит, я не понимаю, что если люди не могут чинить их, то зачем ремонтировать? Зареб новые детали для всех, кто изуродовал барбель, подкрылок. Это же дело. Нет. В общем, смотрите, что я нашел. Вот эта часть бампера. Фара почему не закреплена? И часть решетки не закреплена. А потому что нету части бампера. Эта часть бампера была, но они решили ее отрезать. Отрезать, чтобы не запариться с пайкой бампера. И просто убрали. И теперь это все вот так вот шалтай-болтай. Бля, ну не можете починить бампера. Ну зачем его тогда чинить? Ну, сказали, мы его не сделаем, заказывали новый. В общем, это их визитка. В общем, я с ним обратился. Решетку я свою привез, которую заказал на ebay. Все остальные запчасти, они заказывали сами. Того запчасти 1115, плюс я еще в гриле заказывал решетку переднюю. И работа 1500. Ну, работа сделана ужасно. Вот, приняли они, написано когда нет, не написали. В общем, вот сюда я не рекомендую ездить. В общем, как выглядит левая сторона, вся пустая, аломат. Как выглядит правая сторона. Здесь какой зазорчик. Вот фары. Заглушки имеются. Все как полагается. Здесь заглушки никаких нет. Зазорчик такой вот. Так, а теперь из приятных вещей, которые я буду делать сам. Точно в них не разочаруюсь. Это хромированные накладки ручек с Алиэкспресс. Надеюсь, будет красиво. В общем, вот так смотрятся ручки. Первое приятное событие после того, как машина была отремонтирована. Да. Жалко, конечно, что я подкрылок с бампером. Урода. В общем, вот такая вот машинка получилась. Техосмотр для такси будет теперь только лишь 23 февраля. Если они пропустят все это, то можно будет только с 23 числа работать. Когда я говорил им про вот этот вот зазор, вот так, попадает, попадает прямо в глаз. Как-то непонятно, криво. Наверное, из-за того, что... Ну, не знаю. С той стороны не так все. Зачемно. Здесь даже крыло как-то торчит, а капот в итоге туда вмят. Я еще обнаружил, что тут, когда он поправлял, мы поцарапаем нечаянно. Потому что, когда я допроверял, ничего такого не было. Цвет они, конечно, попали. Все выглядит ровно в цвет. Но, то, как они это все сделали, своих денег, конечно же, не стоят. Потому что вот эта решетка... Я еще думал, что это она болтается, когда проверял. Вот, болтается как все. Ну, потому что не закреплена ни хрена там ничего. Ничего-то не закреплено, потому что они... Этот кусок, который был коцелый, они его просто взяли и отрезали. Все и здесь. Вот бампер, и они ничего не сделали. Бля, и, ну... А, вау, и того, как здесь чинят машину. В Москве вот так не починили даже в гаражах. Ух ты! Ну, там, 코о меслендер. А, вау! Вот. Продолжение следует...